Марка Джоли продолжает расширять гамму моделей на российском рынке. Судя по оформленному сертификату, продажи кроссовера Atlas Pro стартуют в ближайшее время. В прошлом году китайский бренд провел действительно глубокий рестайлинг своего главного бестселлера, модели Atlas. Новинка получила приставку Pro, за которой скрывается совершенно новый дизайн и полностью светодиодная оптика. Сзади можно обнаружить перекроенный проем пятой двери. В салоне появились другие передняя панель и центральная консоль, а также контурная подсветка. Также заявлены материалы лучшего качества. Медиа-система обзавелась большим экраном, при том некоторыми функциями можно управлять при помощи фирменных наручных часов. Как стало понятно из сертификационных документов, к нам придет кроссовер с новой бензиновой турбо-тройкой. Это совместная разработка Джоли и Вольво. У переднеприводной версии будут семиступенчатый мокрый переселектив и шестиступенчатая механика. С полным приводом работает классический шестидиапазонный автомат. Группа из десяти человек во главе с матья Самьешке поднялась на самый высокий вулкан в мире – Охос де Лосада в Чили. Их сопровождали два внедорожника Унимок, которые таким образом побили рекорд высоты для колесных транспортных средств. Один из грузовиков поднялся на высоту 6694 метра. Никогда прежде колесный транспорт не поднимался на такие высоты нигде в мире. Оба Унимога были оснащены арочными шинами, мощными лебедками и специальными кузовами с переменным балансом центра тяжести. Добавим, что основной задачей восхождения была установка четырех аварийных радиоблоков на склоне вулкана. А Охос де Лосада является самым высоким действующим вулканом на нашей планете.